Субтитры делал DimaTorzok Россия! Россия! Видите? Россия! Двугопрудным сегодня пришлось провести операцию по вызволению иномарки, которая едва не провалилась в строительный котлован. ЧП на западе Москвы. В Котлован около полудня упал строительный автокран. Но в начале ЧП на западе Москвы возле станции метро «Университет» на стройплощадке жилого дома в Котлован рухнул экскаватор. Отпускай! Стой! На севере Москвы в Котлован упал трактор. Тракторист выбрался и скрылся. Сейчас выясняют причины, к которым он не справился с управлением. Сказали, что за опорой не хватает. Хоть выпрыгнул, красава, блядь! В здании, где жили 10 человек, со скоростью 3 метра в сутки сползло в Котлован. Роман, кто снимать? Да ну там, мы сейчас не упадем! Снимаешь ли вы? Да. Как я и говорил, день еще не простоял. Кто или что будет падать? Смотри на нас! О-о-о-о! Это соли отсыпается! Ну что, мы точно не упадем? Да ну вас это! Пока не должны упасть. Ой, ну куда же мужик-то идет? Это что, дурак, что ли? Сами там грунт рушит, что он этот лысый? Ой, я не могу. Сейчас срочное сообщение. Стена котлована строящегося здания обрушилась в Москве. Есть пострадавшие. Об этом сообщают очевидцы. На месте уже работают экстренные службы города. Подробности расскажем в следующих выпусках. Смерть на дне котлована в тракторозаводском районе рабочего засыпала землей. Трагические события разворачивались накануне. Один шаг до смерти. На Уралмаше мужчина поскользнулся и упал в разрытый котлован. Обрыв был огорожен сеткой, но оказалось, сооружение не сможет удержать человека. Тело 71-летнего жителя Нижнекамска сегодня рано утром обнаружили прохожие на дне глубокого котлована рядом со строительной площадкой. Котлован не был огражден, забор упал, восстанавливать его не стали. Как предположили жители окрестных домов, мужчина пытался выбраться из-за подни, но она оказалась для него смертельной. Родственники безрезультативно искали пропавшего мужчину, который пошел оплачивать коммунальные услуги и не вернулся. Неподвижно лежащие на дне ямы тело прохожие обнаружили в 6 утра. Рядом счет за коммунальные услуги. У вас все дома? Абсолютно нет у нас. Не пришел в меня. Ушел еще вчера платить по счетам и не вернулся, рассказали родственники. Искали всю ночь, но в яму неподалеку не заглядывали. Мужчина упал в котлован, расположенный недалеко от местной автостанции. Как он там оказался, выяснить не удалось. Но выбраться без дополнительной помощи возможности не было. К счастью, для пострадавшего его нашли вовремя. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, меня зовут Михаил Осетров. Сегодня хорошая погода, хорошее настроение. Мы сегодня начинаем копать вторую очередь котлована Белые Росы. Так, сегодня 2 октября. Вот мы через щелочку в заборе видим, что идут раскопки. А что строят, парень? Котлован. Котлован? Для чего? Для бассейна. Не бассейн? А что? Только котлован. Ну котлован для чего? Его же не просто так роют. С какой-то целью. Скажите, пожалуйста, ну большая яма. Как вам так удалось? Работать так надо. Работать? Так можно применить в мирных целях? В мирных целях. В мирных целях вы копали. Если вам нравится копать, смотрите. И даже экскаватором не выкопать. А вы выкопали. Младучек. Сергей. Сергей, да. Ну подскажите, пожалуйста, как вам удалось выкопать такую огромную яму? Большой дружной семьей. После поступления наш курс был отправлен на строительство телецентра. Мы рыли котлован. И вот эти вот две недели были для меня чудесным временем. Я бы сейчас вспоминаю. Вот это наш котлован. Этот котлован я вырвал один лопатой за полдня. Глубина котлована 2 метра. Итак, копаем котлован день второй, первый день. Один человек, второй день, два человека. Значит, высота ямы получается глубина, точнее, 2 метра. Ну вот, как и обещали, копаем котлован. Итак, друзья мои, всем привет. Торчу на котловане уже целую неделю. Короче, порядок здесь в кабине у себя навел. Приобрел вот такой коврик цвета неба и облаков. Все везде промыл, все везде вычистил. Прямо аж самому нравится. Короче, продолжаю этот гребаный котлован копать. Чайник уже кипит. На голову хоть кружку ставь, кипятить можно. Порадует жителей Ступина. На Белопесоцком котловане официально открыт пляж. По словам специалистов, там можно купаться и загорать. Сегодня мы пошли купаться на котлован. С кем мы пошли? Здорово. С Виталькой. Там еще идет Никич и Серый впереди нас. Там еще девочки купаются. Они нам звонили и... Там рекорды волосы! Ура, зазвитая! Эй, иди сюда! Рассказь, рассказь, с вами Серый впереди. Не снимайся на видео! Так нечестно. По предварительной версии, в дневное время трое ровесников играли на улице одной из деревень неподалеку от вырытого котлована. В процессе игры один из пятилетних мальчиков упал в котлован, наполненный водой и утонул. Котлована представляет опасность не только для детей. Сегодня в Комсомольске-на-Амуре, в водоеме, который находится вблизи жилого микрорайона, прохожие обнаружили тело взрослого мужчины. Комсомольске-на-Амуре, в водоеме, в водоеме. Комсомольске-на-Амуре, в водоеме, в водоеме. В апреле на улице Шестая Краиня двое детей провалились под лед и утонули. Я это не снимаю! Я ноги! Долбан! Образовался этот водоем после сноса старого здания. И до сих пор коммунальные службы не могут огородить котлован, не говоря уже о том, чтобы его засыпать. Куда смотрит школа, где были родители? Задались риторическим вопросом пользователи сети интернет, посмотрев это видео. В центре города школьники курсируют на тонком льду по глади водоема, о глубине которого можно лишь догадываться. Но четко видно, озеро образовалось в каком-то котловане. 10.02.2017 16.55 Продолжаются работы По выкапыванию котлована Суббота, 11 февраля Выходной день Продолжается рытье котлован На границе с детским садом, с садиком солнышка Дети в котловане играются Рабущие забыли лестницу убрать 8 лет назад на этом месте пытались построить кафе, захватив половину территории детской площадки. Конечно, проект свернули, а засыпать котлован и убрать забор забыли. И вот все эти 8 лет мы неравнодушные жители, среди которых есть семьи с детьми. А как известно, дети очень любопытны. И что там за забором посмотреть хочется. А это любопытство может быть чревато опасным для здоровья и жизни последствиями. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Обращаются к вам жители города Киселевска, район Подземгаза. Посмотрите, где мы живем. До отвалов отсюда не более 300 метров. Отвалы окружают наши дома уже со всех сторон. Уже получается, что у нас не город Киселевс, а у нас он находится в котловане между этими разрезами. Я думаю, не один я такой, который выпускает эти обращения, который пишет к вам, который что-то просит. И я предлагаю всем, кто имеет доступ в интернет, кто имеет видеокамеру на своем телефоне, снять вот такое обращение и высказать свое мнение по отношению к этой власти, по отношению к их отношению к нам. Выскажите свое мнение публично. Я вот тоже думал, кажется, мое участие, что оно сделает, что изменит в стране. Но я вот таким образом хочу поучаствовать. Иначе как? Я далеко от Кремля нахожусь. Был бы рядом, я бы жил, наверное, с плакатами вокруг Кремля, бегал бы целый день, с каждыми днями. Ваша администрация и ваши друзья из правоохранительных органов России своей преступной деятельностью довели меня, нищего гражданина и уроженца Российской Федерации, инвалида и физического коллегу до такой степени, что я, не имея возможности терпеть ваше государственное безобразие, решил обратиться к вам с видеообращением, помещенным в американском сайте YouTube, позволяющим всем свободомыслящим и честным гражданам мира обличать преступную деятельность государства, в котором грубо нарушаются права человека. Я инвалид детства. За всю свою жизнь мы ни разу не получали санаторное курортное лечение. В то же время некоторые люди умудряются получать его каждый год. Скажите, пожалуйста, каким образом выдаются путевки? Просто мне не особо верится, что можно быть настолько невезучим, и до нас не заходила очередь ни разу. Выйти на улицу, повышать свежим воздухом возможности нет. А он, по советам врачей, мне нужен ежедневно. Пантус в подъезде отсутствует, и в его установке мне отказали, предложив пользоваться листом фанеры, который хранится в подвале дома. Ключи у старшей по дому. Мне было предложено обращаться к старшей по дому. Это значит, что день выезда должен ее поставить в известность о том, что я в такой-то день, в такое-то время буду уезжать на улицу. И она мне должна будет открыть подвал и достать лист фанеры площадью 2 квадратных метра. В июне 2017 года я обратился к президенту на горячую линию с просьбой установить электроподъемник в подъезде моего дома, чтобы я мог самостоятельно выходить на улицу. Сегодня май, 2019 год. У меня нет подъемника и нет средств на его приобретение и установку. И вот уже два года, как я являюсь узником собственной квартиры и не могу из нее выбраться. Владимир Владимирович, помогайте, пожалуйста. Больше никто не поможет. Вот у нас здесь проблема в Санкт-Петербурге. Явно, это же ваша родина. Смотрите. Вот, один фонарь горит, а второй не горит. Владимир Владимирович, мы всем районам встаем к вам на колени. Только вы можете нам помочь. Мы встаем к вам на колени. Я вот стою к вам на колени. Владимир Владимирович, зажгите второй фонарь. Я вам хочу, прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфурики были. Да, просто, прошу тебя, родной, прошу тебя, прошу. Я даже могу покреститься. Пожалуйста, пусть эти фунфурики обратно вернутся. Это люди, которые померли там, это они там померли от боярки, а не от этого витоцепта. Я просто прошу тебя, если ты наш хороший справедитель, я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга, как его друга забыл. Прошу вашей помощи оказать содействие, так как у меня скоро юбилей. Я устал от этого ужасного издевательства. Помогите ради Бога. Я прошу вашей очень еще раз помощи оказать мне содействие, потому что завтра я отмечаю 45 лет. Прошу вашей очень срочной помощи. Я устал от этого ужасного издевательства. Помогите мне ради Бога. Помогите мне ради Бога. Я уже устал. Помогите, пожалуйста. Бог вам в помощь. Уважаемый президент Российской Федерации. Здравствуйте. А вы с какой целью тут стоите? Вот посмотрите, я устал разговаривать. Давайте. Нет. Вот возьмите. Подождите. Вот возьмите, с этой целью я стою. Просто я устал, уже говорить устал, понимаете? Нет. Их много подходит. Но я один, правильно? И мне пришлось вот людям сказать мою беду вот через эту вот... Давайте скажем, в ютубе вы появитесь, может Путин вас увидит. Я ютубный. Чего кто-кто? Ну вы же там к Путину взываете на спине. Да Путин пошел на хуй. Пошел ты на хуй. Люди хотят оружие, блять. Госдеп, блять. Европа. Какая Европа? Это, блять. Твое правительство, твои законы юминистические все творят, блять. Они что ли, блять, такие зарплаты платят, блять? Они эти законы что ли пишут, блять? Люди пять тысяч, пенсионеры восемь тысяч пенсии, пять тысяч квартплаты, их бабушка ну три тысячи живет. Три тысячи, сука! Идите на хуй. Я ненавижу всю вашу вшивую шарашку. Вы не власть, вы не правительство, вы не представляете мой народ. И я хочу, чтобы мои дети знали, независимо, какие могут быть последствия от этого бандитского режима в отношении меня. Они должны знать, что их отец не соглашался с этой п***енью, которая позорит мою страну, которая довела моих людей, мой народ до нищеты. Сидите, блять, миллионами, сука, ворочайте гондоны, блять. К стенке вас, сука, да расстрелять, блять, да расов, блять. Я не знаю, блять, народ, наверное, все-таки, блять, поддерживает и меня, блять, и других таких же, блять, людей, которые, блять, такое же, блять, мнение о тебе, блять, о тебе, блять, о твоей, сука, партии, блять, пидорастической единой России, блять. Гондоны, сука, зажирались, блять, пидоры, блять. Так что, блять, смотри, блять, скоро, блять, народ встанет, блять, у вас, сука, вздернет, блять, хонарей, блять, гондонов, блять. Чтоб вы, сука, передохли, блять, пидорасы, блять. Посоветуйте мне, куда мне обратиться, чтоб мне дали жилье со всеми удобствами, чтобы мне не умываться в тазике дома, на улице. А чтоб все было дома и не ходить в туалет на улицу, потому что ноги мои совсем уже не ходят. Хотелось бы пожить по-человечески. Это что за зубы? Я не могу зубы сделать. Это что такое? Там вообще ничего нет. Это что за жизнь? Я долго намерен жить. И клянусь, когда вы оба сдохнете, я приду на ваши могилы, я болю их ослиной мочой, потому что большего вы не заслуживаете. У меня к вам вопрос. А мы, пенсионеры, до ваших следующих выборов доживем? Вопросительный знак. А если в ближайшее время надежды нищенствующих пенсионеров не оправдаются, то следующее мое видеообращение окажется резким и сокрушительным для вас. Вот у меня наследство находится на мне. Вот мои штаны и вот у меня галоши. Я после операции не могу даже себе обувь купить, потому что заказать у меня денег нет. А купить и одеть нога не лезет. Вот в такой нищенстве я живу, товарищи. Кто знал, что я прожила здесь? Лучше бы я не жила в этой России. У нас воруют и воруют, никак не наворуются. Дорогу дали деньги, украли деньги. Дороги нету. Дома у нас гнилые. И они нам приватизацию сделали. Они должны нам крышу покрыть. У нас все разваливается. Ни воды, ни света. Как мы живем, как мы живем с 46-го года. Мы вообще, Володенька, Беликевый сынок, приехали, пожалуйста. Посылаем вам письмо, таким необычным способом, потому что обычным способом электронной почты и обыкновенной почты письма наши до вас, к сожалению, не доходят. Все, посылаем письмо. Попутным ветром. Богом! Ура! Почему я обращаюсь по интернету? Потому что я четыре раза приезжал в Москву. Один раз аутостопом через Нижний Новгород приходил в Москву. Вот так буду говорить. Без денег, без ничего, с пустыми руками. Поговори со мной, Путин. Я все хочу тебе сказать. Про справедливость и стабильность. И как коррупцию изгнать. Про равенство и братство. Про то, что есть в России рабство. Про суд, больницы и тюрьму. Про банки, школы и мышиную возню. Я расскажу и про законы. И про ментовский беспредел. И про терпение народа. И про терпение предел. Ну мне, Владимир Владимирович, стыдно за вас. За ваших министров, которых вы назначаете. Когда мне говорят, что вы ни в чем не виноваты, это бред. Ведь по Конституции у нас президентская республика. То есть за каждым законом, который принимает Государственная Дума, стоит ваша подпись. То есть вы несете ответственность за исполнение каждого закона. И если мне говорят, что вот Владимир Владимирович не может. Я говорю, он не может, он не хочет. Вот вы помогаете много странам. Такими ворочаете деньгами. А с нас еще, мы думали, что на отбавку на пенсию нам прибавили. А вы с нас еще забираете за мусор. Это же смех. Людей обтирать. Помогите мне хотя бы. Я уже не прошу, ни дом мне новый какой-нибудь, ничего. Просто проведите мне газ, чтобы мне легче было жить с детьми. Я мать семерой детей. И я, и все мои дети, мы являемся бомжами. У нас нет никакого жилья. Вы совсем недавно говорили о том, что неплохо бы повысить рождаемость. Вот третий ребенок. А у меня их семеро. Получается, у меня четверо детей лишние. Мне надо что-то с ними делать. В мешок топить. Мы простые люди. Мы устали от всего вот этого. Вот чего хотите. Бомжей. Да в мире нет столько бомжей, как у нас. Вы всех уже воровали. Сколько можно уже нас обкрадывать. Сколько можно уже с нас сдирать того, уже чего нету. Куда рожать-то? Вы мне ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Куда? Ни жилья, ни помощи, ни защиты никакой я найти не могу. Что мне делать? От этого дети страдают. Они сейчас находятся у отца. Он их опять забрал сегодня с сада и со школы. И неизвестно, что там вообще происходит сейчас. У меня малолетняя дочка. Ей 9 лет. Меня избивает муж, мой супруг. Я неоднократно вызывала полицию. Меры никаких не было вообще. Ни с одной стороны. Они приезжали, его забирали. Через 2 часа он так же приходил домой и так же продолжал избивать меня. Мы без вас знаем, что жить нам очень плохо. Вы дачам МКАДа ничего не видите. Какая у нас жизнь? Тяньте газопроводы тысячи километров. Южный поток, северный поток. А у нас полстраны без газа. Люди дровами отапливаются. Баллончик газа тысячу стоит своему народу. Тысячу. Ревут в деревнях. Ревут в поселках. Тысячу стоит баллон газа. Когда зарплаты совсем нет. Вы что делаете? Вы куда гоните? Для народа-то своего ничего нет. Объясните мне, пожалуйста, рост вот этих цен. Вы скажете, я не экономист, ни хера не понимаю. Фьючерсы, хренючерсы какие-нибудь подросли опять. Что-то в моих карманах фьючерсов не добавилось ни хера. Сраный Путин, блин. Пидор и вор. Когда это закончится? Сколько можно это терпеть? Я вот сейчас полдня работал, блин, 500 рублей заработал. Не знал, заправиться или что. Что? Собирался на обед, блин. Теперь не знаю, что на эти оставшиеся 100 рублей купить. Или хлеба, блин, или веревку с мылом. Володь, Путин. Спасибо тебе, что цены поднял на бензин. Я теперь еду покупать автомобиль с дизельным мотором. Я буду сливать солярку на работе. И ездить бесплатно. Халява. Урод ты, блядь. Я на этом ведре каждый месяц отдавал за бензин 8-10 тысяч рублей тебе, уроду. А теперь не буду отдавать ни копейки, тварь. Ты вырвал сам тебе могилу, ублюдок, блядь. Чему еб***ь, блядь. Сдохни, тварь. Ты отсюда сосёшь газ, лес, нефть. Сюда смотри только. Газ сосёшь, лес, нефть. Какого хера у нас свет дороже, чем у вас в Москве, блядь? Какого хера мы тут платим такие налоги, такие же, как вы в Москве? Еб***ь, 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 еб***ь. И ни хера не зарабатываешь. Раз в год куда-нибудь мотанёшься, это в лучшем случае. А если не мотанёшься, то дальше грози, блядь. Какую херню введёшь, блядь? Горбатый ты, короче. А мотанёшься, куда ты мотаешься? На рыбалку. А-а-а. Уезжаем мы на рыбалку, чтобы забыть твоё это безвластие, блядь. Все твои вот эти вот зехера какие-то творишь. Уезжаем на рыбалку, мы там отдыхаем. Мы не слышим про политику, не слышим твои сладкие речи. Какой ты умный, какой ты красивый, как ты катаешься на коньках, как ты забиваешь шайбы, блядь. И ты нас там достал, блядь. Ну, на рыбалке уже нас достал. Удочки в руки брать нельзя, блядь. Да что можно брать? Ну, что можно брать, блядь? Ну, берём в следующий раз, мужики, блядь. Топоры, блядь. Вилы берём, блядь. Косы берём. Я не знаю уже, блядь. Может, за калаши, братцы. Есть у кого калаши? Беритесь за калаши, блядь. 40% мировых запасов ресурсов находятся в России. И мы, россияне, хуже всех живём. Точнее, 70% россиян выживаем. Куда ты нас ведёшь, Путин? Где недра? Куда ты продаёшь их? Где их выход? Почему мы проценты не видим от продажи ресурсов России? Слуга народа, В.В. Путин, у меня к тебе лично вопрос. Куда девается всё это? Скажи, Володя, почему? Россия ведь богата. В её ведь недрах много залеж. Алмазов, нефти, газа, золота. Так почему всё это лишь у кучки куркулей? Несправедливо разделить богатство по уровню на всех живущих здесь людей. Нас, коренных жителей, стали выгонять шахоту Годи. Поджигать земогля, поджигать тайку, чтобы не было привести православные охоты. Сотрудники ЗГРП скрывают лица под чёрными масками, тыкают в лицо оружие, при этом говорят, вы, узкоглазики, здесь обидать больше не будете. И это не ваш теперь дом. Коренных жителей Севастополя местная власть называет оккупантами. Мы оказались лишними на нашей родной земле. Просим вас помочь и разобраться. Путин! Ура! Путин! Ура! Путин! В общем, столько мы денег потратили, что переезд такой нам не нужен, извините. Мы уже не хотим здесь жить. Уже у нас всё вот эта вот программа, она отбила нам желание здесь жить. Вот. Получилось, мы почти полмиллиона рублей потратили на ветер за пересылку вещей. Нельзя обижать переселенцев. Пусть нам вернут наши деньги. Мы уже ничего особо не просим. Отдайте наши деньги на основании наших квитанций, которые у нас есть. Смотрите, всяким дают, жепартье дали, там вот этому, всяких звёздам дают, кому не лень, даже папуасам, неграм, всем раздают паспорта, этим, абхазцам дают, этим, осетинам дают, даже не хотят, догоняют и насильно дают. А мне, русскому человеку, родившемуся в России, в Иркутской области, Черемхова, исконно русскому человеку, 30 лет не хотят дать паспорт. Я такое не понимаю. Жители города Омска уже давно сомневаются, что Омск входит в состав Российской Федерации. Вероятно, это отдельное государство, Тайга-Шайтан, город Чихайзакон, Чихайзаконской волости. Соблюдение Конституции и законов Российской Федерации не находит своего применения на территории города Омска. Совсем недавно Единая Россия предлагала Барнаул переименовать в Путинград. Но Биск решил не отставать от этой идеи и предложил свое название нашему городу Путин за... Биск. В прошлом году, узнав о том, что на нашу страну наложены санкции, я решила помочь своей родине и открыла фермерское хозяйство. Рассчитывала на поддержку и помощь от района и области. Но в районе мне дали ясно понять о том, что мое хозяйство здесь никому не нужно. Так вот, что мы решили на собрании с моим хозяйством. На последние деньги мы купили 600 литров солярки. И решили сжечь это поле. Наш регион является депрессивным. И по показаниям статистики мы в Приволжском федеральном округе занимаем последнее место по зарплатам, по пенсиям, по доходам на душу населения. Самым главным показателем состояния нашей республики является то, что уже второй год у нас смертность значительно превышает рождаемость. В данный момент наш город Крупцовск потихоньку вымирает. Работы в городе нет. Средняя зарплата 10-15 тысяч по городу. От четырех крупных промышленных заводов, которые когда-то были в городе, по сути дела ничего не осталось. От этого маленькие заработные платы, нет дорог. На дороге необходима огромная сумма денег, которую городу никогда не собрать. Это вот видите вы остатки тракторного завода. Душит наш завод, не дает нам работать. Сначала они отключили воду. Мы сделали скважину. Они перекрыли нам пар. Поставили котельную. Они запретили нам пользоваться водоотведением. Незаконно. Вопрос решается. Теперь у нас конец света. В прямом смысле слова. Я прошу, чтобы это видео дошло до вас любыми путями. У меня сейчас уже сядет телефон, и я скажу столько, сколько успею. Я нахожусь на месте крушения самолета Ан-148. В нем погибла моя мама. На поле нету никаких работников. Сейчас машина, да, приехала, но они нас не останавливают. Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолета, фрагменты тел. Я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет. Вы понимаете, чем? Это нечеловечно. Мы являемся единственной семьей в России, проживающей на глиссаде аэропорта, в радиолокационной и шумовой зоне, которая пагубно воздействует на здоровье моих детей. В комнате, где спят дети, потолок выглядит вот так. Это все хлистала вода. И по трубу здесь, по шторам, и на диване, на кровати, и на полу тоже видно пятно от воды. И зимой также дети у меня не видели ни света белого, ничего, потому что у нас все окна были занавешаны одеялами, покрывалами. Я имею грамоты. Грамоты и муниципального характера. И в лагерь ездила. Осталось нас семь семей, как изгнанные. И теперь нам наши власти говорят, наши чиновники, что мы всех, кого надо, расселили, а остальные все пойдете на улицу. Когда я вышла из этого здания, ко мне обратился совершенно посторонний человек. Он мне сказал, пожалуйста, обратитесь на страничку президента, и он вам поможет. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста. Мы сейчас на улице. Мы купили в декабре 2014 года эту квартиру. Сейчас нам говорят, что она вообще под снос. Вторая очередь под снос. Бессовестные вы люди все. Меня зовут Дима. Меня Маша. Мы живем в городе Серпухове. Когда меня еще не было, мои папа и мама купили квартиру вот в этом месте, на улице Чернышевского. 12 лет назад, как и остальные 186 семей, нас уже три раза обманывали при поддержке местных областных властей. А сейчас говорят, что просто не отдадут квартиры совсем. Вы говорите, повышает рождаемость, а здесь растет уже четвертое поколение детей в условиях антисентарии и разрухи. Мы живем в гетто. Подвала домов залита водой и нечистотами, в которых лежат водяные трубы. В квартирах первых этажей сырости, гниющие полы. Вторые этажи текущие крыши и сырость. Мы уже не говорим про детскую площадку, которая была сделана руками местных жителей. В период безвластия у нас царит хаос и разруха. И это всего в 50 километрах от Москвы. Просим вашего содействия. С вами говорят люди, которых нет. Наших домов нет в реестрах и дорожных картах. Наши деньги растворились в воздухе. Мы и сами скоро, наверное, начнем исчезать. Мы – это инвалиды, пенсионеры, студенты. То есть незащищенная часть нашего населения. Слезно прошу вас помочь нас. Нас – 157 человек, которые являются ни дольщиками, ни пайщиками. Мы буквально стали бомжами. Вам по-человечески не стыдно, когда ваши граждане встают перед вами на колени? Господин президент, помогите нам! Во время обращения жителей к вам, записи обращения жителей, пришли сотрудники полиции и потребовали, чтобы все разошлись. Это сейчас зафиксировано на камерах многочисленными. Сотрудники полиции даже не дают жителям записать коллективное обращение. Ну и какая у нас после этого демократия в стране? И как можно обращаться даже к президенту с официальными обращениями? Если полиция, вон, встанет, ребята, в форме. Даже не дают людям записать к вам коллективное обращение. Мы ежедневно проходили службу на улицах города, но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами? Мы оказались незащищенными со стороны государства, которое охраняли на протяжении многих лет. Собственного жилья у меня нет. Проживаю в съемном жиле. На момент постановки в эту общую очередь моя была 658. На сегодняшний день она не изменилась. В Амурской области выделяется две субсидии в год. Решим простую математическую задачку. 658 – это моя очередь. Делим на две субсидии в год и получаем цифру 329. Это мне нужно прожить минимум 329 лет. Владимир Владимирович, я провожу голодовку уже 15-й день. Но никто ничего не делает. В связи с этим меня интересует только один вопрос. Меня что, Российская Федерация приговорила к голодной смерти за то, что я законным способом защищаю свои права? Или что, требование, чтобы законодательство Российской Федерации распространялось на меня так же, как и на других, являясь каким-то абсурдным и невозможным? Как можно жить, не имея ничего? Имея звание, имея пенсию, имея награды, а в итоге оказаться без жилья. На данном этапе я могу показать условия проживания. В данном общежитии батареи, я сказал, холодные, отопление отсутствует. Из данной комнаты я сделал, как бы, маленькую часть, это кухня, где находятся метроплита и прихожая. Вот они, краны, на всю. Ничего не работает. В самом состоянии общежития, все везде, как я говорю, осыпается или рушится. Вот это я красил сам лично. Аннуникация у нас в 15 лет. Коридор, делал ремонт стенок. Вот дальше все, посмотрите, в каком состоянии. Вот он мох. Все так же сыпется, осыпается. Здесь тоже самое. Здесь все сыпется. Это вот четвертый этаж. Здесь вот вообще смартфон тишины. Здесь его вообще разъел всю стену. Я вот освещаю, чтобы лучше было видно. Это третий этаж. Вот второй этаж. То же самое, вот там находится проводка. Здесь все порощено мохом. Все сыпется. Все осыпается. Вы видите сами. Ну, мы доходим до первого этажа. В данном здании. И то же самое, все сыпется. Мох. Грибок поел все стенки. И так далее. А вот подвал данного общежития. Который залит водой. И глубина здесь. Ну, вы сами можете представить, какая глубина в воду. То есть, ну, по полюсу точно будет. Ой, ну, там еще дальше там ступень кинут. То есть, уже вот такая глубина. А дальше еще сильнее. Шло 15 сентября. Уже больше трех недель собирается громаднейшая лужа из фекалий всего района. А получается, лужа длиной уже под 100 метров. Глубиной сантиметров 30-40. Мы хотим эту выложить информацию, чтобы все знали через Ютуб и все средства связи не то, что выкладывает администрация города. Чего нам ждать и какую помощь окажет государство. Потому что на восстановление этих домов, которые вы видите на фото и видео, уйдет очень много средств. Других просим у нас нету. Просим помочь. Я не могу вас назвать уважаемым, потому что для меня вы никакой неуважаемой. Уважение нужно заслужить. А вы в моих глазах являетесь вредителем и врагом моей страны. Вы ничего хорошего для моей страны не сделали. В моей стране повсюду разруха. В моей стране повсюду нищета. И у меня такой вопрос. Вы когда в отставку уйдете? Вы нам надоели уже. Уходи, дурила. Уходи, пока не поздно. Тихонечко уйди. Спрячься и сиди там, дожирай с собой морковку, которую ты вжелтил. Вот такая морковка. Вот у тебя. Дожирай ее тихонько, пока ты жив. Даже если ты умрешь своей смертью, тебе будут проклинать несколько десятков поколений, если не сотен поколений русских людей. И сторонники Путина, вам еще тоже хочу сказать. Вы вообще ушлепли. Нам нужен свой интернет. Что творят американцы, это уму непостижимо. В любой момент они могут нас отрезать от интернета. Владимир Владимирович, я присоединяюсь к словам и хочу вас просто попросить ускорить это дело. Если они нам внезапно отключат, мы же ни один вопрос не можем решить. Мы просим вас ускорить и услышите нас, пожалуйста. Ты тварь, 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 как ты смеешь смеяться над человеком, над теми, кто вас кормит. Если народ не будет работать, вас кормить, у вас кормушки не будет. У вас кормушки не будет. Вы почему кормящего забываете? Вы озверели, вы опупели. И давай, сматывай удочки, а? Давай. сматывай удочки. Хватит уже, но хватит. Спиннинг у тебя есть, жеребца ты себе там оставь покататься. Ладно, мы прощаем тебе все это. Забери ты это все. Оставь Россию. Не дай Бог тебя закончить, как Каддафи. Будем рвать тебя на куски. И не просто на куски, а по мелким кускам. Что ты делаешь с нашими детьми, а? За что ты их так калечил? Неужели ты наслаждение у тебя от этого, а? Ну, ты триллионер, ты уже триллионер мировой. Ты первый в мире триллионер. Что тебе нужно? Сколько тебе денег нужно? Сколько тебе власти нужно? Думаю, не закончишь ты свой срок по-нормальному. Ты уже и так против себя. Всю страну, всю страну. Уходи ты по-добру, по-здоровому. Вот что я могу сказать. Слушай, Путин, Владимир Владимирович, иди домой, иди к жене, к своей. Женой занимайся. Оставь Россию в покое. Оставь ее. Ты уже почти 20 лет во власти, и ты никому дышать не даешь. Меня сегодня уволили без объяснения причин. Просто взяли, тупо уволили за то, что я выступал на телевидении и обхалил президента России Владимира Владимировича Путина, обвинив его в коррупции и так далее, и так далее, и разжигании войны. Так что, Владимир Владимирович, идите вы к черту со своей системой гнилой и со своими полицейскими государствами, со своим диктатурой. Долой диктатуры власти. Да здравствует свобода. Я тебе прошу, освободи меня. Эти гондоны не хотят меня освободить. Пожалуйста, Владимир Владимирович Путина, освободи меня, пожалуйста. Владимир Владимирович Путина, освободи меня, пожалуйста. Я не могу освободиться. Что это за наручники, сука? Пожалуйста, выпустите меня к фирму. Я очень плохо себя чувствую. Я просто хочу умереть в кругу своих детей и своей семьи. В прессе в последнее время была агитация против моего мужа. Была клевета. Были осуждения моего мужа за то, что он вор, за то, что он ворует лес. Хотя этого никогда не было. Никогда. Он только защищает его и старается старается во благо нашей Родины. Почему сейчас мой муж сидит за решеткой невиновный? Почему не дают свидания со мной? Почему его... Я не знаю, откуда запишу следующее свое обращение. Из-за решетки. А только от детского дома, куда грозятся забрать моих детей, лишив меня родительских прав. От забора нашего дома, куда нас выставят прокуроры и следователи в скором времени. Или от могилы моего мужа. Я Христом Богом вас умоляю, отдайте мне моего ребенка. Верните его живым. И также всех остальных мальчишек, которые с ним находятся в плену. Сын, мальчишки, мы вместе с вами. Ребята, мы в любом случае вытащим вас из этой передряги. Если военачальники не пойдут на это, пойдем мы. Матери ваши... Ваши матери. Я мама Сергея Грибова. Сережа, мы тебя любим, мы тебя ждем, мы делаем все, что мы можем и обращаемся ко всем. Помогите нам. Через два дня нам привезли закрытый деревянный групп. Опознать нам, родителям, ни отцу, ни мне матери не разрешили, так как строго-настрого запретили и сказали, якобы там инфекция. Так кого я похоронила? К вам обращаюсь четвертый раз. Посылала вам два письма с пакетом документов. Выходила к вам по интернету открытое письмо президенту и до сих пор нет никакого мне ответа. Как мне, матери, сельской женщине, жить с таким грузом на душе, когда не знаешь, где мой сын? Мое материнское сердце разрывается на части. Помогите мне найти сына и вернуть домой. Пусть вернут нам наших детей, я говорю, это от сотни матерей Дагестана, которые так же страдают, которые так же мучаются. Наши слезы текут рекою, но нас не слышат. Как вести себя человеку, которого насильно заставили признаться в преступлении? Куда обратиться, чтобы наши разумные доводы были услышаны, а не ограничивались только отпиской? Отчаявшись и потеряв надежду, я обращаюсь к вам за помощью. Я прошу вас помочь мне сохранить жизнь моего ребенка. Когда мою дочь задержали, ей было 17 лет. Люди в масках и с автоматами ворвались в нашу квартиру. Ничего не объясняя, они положили всех на пол. Разрушили, разнесли Анину комнату и забрали мою дочь в неизвестном направлении, не объяснив, куда и зачем. Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. Постановление о возбуждении уголовного дела против моей дочери сказано, что она выступала против вас. Неужели у вас нет других врагов, кроме моей дочери? Мой ребенок ни в чем не виноват. Завтра завтра 1 июня. Наша страна будет праздновать Международный День защиты детей. Мы самые главные в нашей стране. Я обращаюсь к вам как к человеку, который сам был ребенком и вырастил своих детей. Помогите нам детям стать счастливее. Моя жизненная ситуация не очень сложилась. Мои родители уехали в Корею. Они мне сделали, конечно, подарок, оформили на меня дом, на мое имя. И у нас не оказались средства сделать ремонт. Сделали мы только эту комнату. И от сильной нужды, от нехватки средства мои родители уехали в Корею на заработки. Но, увы, его их план не сработал. У нас не делаются дороги в деревне. И вот чтобы делали дороги в деревнях по всей стране. Вы это все должны сделать. Я так предполагаю. Вот. Мне 14 лет. Я жил в Галдинальчике. У меня пересадка в полочке. Я принимаю таблетки, но мне дают заменители. Могли бы вы пересмотреть закон, чтобы мне давали нормальные таблетки? жить. Я хочу жить. Владимир Владимирович, хочу у вас спросить, почему власти в Краснодаре относятся к детям хуже, чем к скоту? Почему мы вынуждены жить в подвалах? И когда закончится этот беспредел? Когда весь мир борется с терроризмом и экстремизмом, у нашей школы даже нет забора. Разбитый школный двор, старый измученный автобус, который каждый день приводит и увозит половину учащихся из девяти деревень. А остальная половина тонет на улицах села, добираясь каждый день до школы и обратно. Доведенные до отчаяния учителя Зверенголовского района приняли решение выйти на забастовку. Получается, что мы вернулись с девяностые годы. Мы вынуждены принять решение о приостановлении работы образовательного процесса с 22 января 2018 года до полного погашения всей задолженности учителям нашей школы. В 21 веке, веке инновационных технологий в нашей деревне нет сотовой связи, нет интернет связи, стоит на месте проблема газификации. Мы живем с тем, что у нас нет газа, нет воды, нет дорог, нет связи, нет должного медицинского обслуживания, но мы не можем смириться с тем, что нас лишают элементарной возможности выезда из села. Дорог нету, связи нет, метлунта нету, ничего нет. Получается, что поселок, где живут пенсионеры, никому не нужен. Я выступил с критикой и обвинил в плохом состоянии дорог нашего президента. После этого было сфабриковано уголовное дело, где меня обвинили в клевете на руководство республики и присудили выплатить штраф 20 тысяч рублей. У нас две просьбы. Это дорога и вода. Так как вода у нас отсутствует, она только привозная. Дороги очень в плохом состоянии. Это затрудняет подъезд скорых, пожарных. То есть их там половина дорог вообще не существует. То есть дорог в области нет совсем. Мы просим вас о помощи. Помогите нам сделать дороги. Помогите сделать нам дороги. Дайте нам дорогу. Дайте нам дорогу. Наши беспокойства связаны с предлагаемой трассой высокоскоростной магистрали, согласно которой половина этого поселка будет снесена. Все эти дома построены нашими руками. И для нас это не временное жилище. Как вы считаете, можно ли оправдать снос наших домов величием предстоящей стройки? Просим вас оказать содействие в сохранении поселка, по которому планируется прохождение участка юго-восточной хорды и переносе трассы хорды в обход населенного пункта. Данный проект предполагает снос около 20 жилых домов поселка, православного храма святой великомученицы Марины, а также части действующего Битцевского кладбища. Помогите нам, помогите, пытаются вырубить наш лес, отравить наше болото, мы три месяца на баррикадах. От нас все скрывали, ничего не говорили, у нас пропали комары в городе, значит, птицы. У нас текут кислотные реки, ежедневно и днем, и ночью к нам завозят отходы первого и второго класса опасности. Мы уже сейчас задыхаемся от ядовитых выбросов. Тошнотворные запахи с этой свалки не прекратились, на дегазацию были выделены миллиарды рублей, тем не менее, запахи продолжают нас стравить. А также еще хочу добавить, что вот из-за всей этой вони дышать невозможно, мухи прям просто нас съедают, съедают весь наш огород, на улицы выйти, особенно после дождя невозможно, такая вонь подымается. Вечером так вообще окна не откроешь, вся вонь заходит в дома. Знаете, такое настроение, что просто-напросто, вот не хочется на себя руки наложить, не хочется жить вообще, но это же ненормально, мы же живем для того, чтобы жить, приносить пользу этой стране, а на самом деле мы живем вот сейчас с такой ситуацией, что мы только боремся с теми недостатками и с теми вредителями, которые нас окружают. Я собираю пластмассу, мою все, аккуратненько складываю в мешок, у меня весь сарай уже завален, я не знаю, куда это девать. У нас в городе всего 4 контейнера, которые действительно мусор вывозят на переработку, а не на свалку. Как вы собрались сделать раздельный сбор мусора, если до сих пор, за полгода до вашего срока, нет ни одного контейнера под пластмассу, под бумагу, под ценное, вторсырье? Куда мне все это девать? А куда мне их девать в батарейки, накупленные за 6 лет? Я не знаю, куда их вывезти, они дома стоят, у меня они окисляются. Террористы завезли 30 тысяч тонн мусора первого, второго и других классов опасности сюда, вместо истока реки Москва, сюда, место, где вскрыт Московско-Днепростный водоносный горизонт, сюда, вверх по течению, в Москварике, на запад столицы, в заповедный русский городской округ. Мы, простые жители русского севера, уже достаточно и понятно сказали, не быть русскому северу помойкой. Мы не хотим, чтобы наш зеленый регион имел метку российской свалки и не позволим его загадить. У нас ни вопрос, ни предложение к обсуждению. У нас требования. Первое. Однозначно закрытие стройки экотехнопарка на станции Шиес. В этом вопросе не может быть никаких компромиссов. 96% жителей Архангельской области против строительства экотехнопарка. Сегодня 20 июня. Станция Шиес. Мы здесь народные гуляния. Мы здесь ждали на самом деле прямую связь с нашим президентом. Посмотрите сколько нас. Мы никогда не дадим загадить русский север. Не верьте тому, что говорят федеральные каналы. Здесь находятся люди, которые защищают свою жизнь, свое право жить на чистом севере. Будьте с нами, приезжайте на Шиес. Руки прочь от Шиеса! Руки прочь от Шиеса! Требуем остановить этот веже. Мы за чистый воздух! Помогите, помогите, прекратите нас остановить! Прекратите нас остановить! Руки прочь от Шиеса! Руки прочь от Шиеса! Руки прочь от Шиеса! Помогите! Владимир Владимирович, помогите! Владимир Владимирович, помогите! Надоело так жить! Вот эти аппетиты надоели уже, б*****ь. У меня одного, б*****ь, нормального бесплатного дня нет вообще. Надоело все. Город загадили, посмотрите, у нас полигоны, у нас экологическая катастрофа. В конечном итоге ни мэру, ни губернатору, никому ничего не надо, ни Министерству природоохранения. Сколько может, б*****ь, это дело уже все к чертовой матери. Президент, вот сейчас прямая линия, обращаемся, просто прошу, отправьте нам какого-нибудь нормального, какого-нибудь адекватного чиновника, чтобы он приехал, решил эти проблемы. Поэтому вот у меня есть просто одно конкретное реальное предложение. Нужно взять всех нас, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, правительства Российской Федерации и во главе с президентов отправить в Восточную Сибирь. В связи с тем, что бездействовал ваш глава района, а он много лет здесь находился и бездействовал, я главу района снял взаимодействие области, убрал его отсюда и привел сюда на это место нового главу района. Значит, первое, он пять месяцев работает и старается изо всех сил. Значит, задача ему помогать. Я вас прошу, мы все делаем сообща, ему помогать. Если такой подход будет, мы справимся с этой ситуацией. Если такого подхода не будет, если вы будете вместо того, чтобы помогать, вставлять палки в колеса, устраивать конфликты, у нас работа не будет, не изменится. Теперь подход понятен. Достопочины Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса представления статуса беженца жителям Кузбасса. Мы выбрали Канаду, потому что она очень похожа на нашу Сибирь. Много снега, холодно. Мост Родина это президент Россия и наша власть, как можно быть патриотом такого или тех, кого замечают, как мы живем, чем мы дышим, что мы пьем. Рецепт Юлия Геннадьевна, проживающая в городе Киселевске, один ребенок. Геннадьяна Сергеевна, город Киселевске, Мирская область, Малина, четверо детей. Мы нужны это мусором, Какая же это мусорка? Это мусором Потому что у нас вот там мусорка недалеко, она не горит. Наша вот только земля горит. А сколько всего там, где глава? Здесь, здесь, 71 дом. На вот этом участке 71 дом. Да, да. Понимаете, я вот ухожу в ночную работу, у меня ребенок один, и я не знаю, к чему я пойду. В данный момент в трудовой у деда и мне спокойно. Сергей Евгеньевич, можно еще вам сказать? Это здесь, на этой территории. А вот здесь, в этом, в этой квартире, 5 детей маленьких. Чербакова Кристина Сергеевна, город Киселевск, 6 детей. Маленьева Слана Георгиевна, город Киселевск, 5 детей. Арбаинова, Людмила Александровна, двое детей, 14 внуков и равнуков. Мы пробили программу, и президент утвердил, и с 1 января, вы знаете, что начала работать программа по подработанным территориям и по аварийным домам. Начала, она несколько лет не работала. И мы, соответственно, с этой программой начали уже строить. Кузбассу досталось в рамках этой государственной программы очень серьезное дело. Но этих денег не хватит. Скажите, пожалуйста, там мы попадаем под эту программу? Все, вы не попадаете? Вот вы в соответствии с тем, как опорно на сегодня и с теми документами, которые оформлял глава района, предыдущий глава района, вы под нее не попадаете. Люди живут там не просто годами, не живут там десятилетиями, они воспитывали там детей, а их воспитывали их бабушки, там, мамы, там. для нас это Родина. Это несколько каких-то небольших улиц, но это наш дом. Нам нужно всем объединиться, потому что если не мы, то кто? Сколько можно убегать в другие страны? Сколько можно эмигрировать? Я подала прошение в несколько посольств. Понимаете, я хочу своих четверых детей увезти из России. Я понимаю, мы уйдем, и таких, как я, может быть, много, мы уйдем. Вам будет проще, потому что вам ничего не нужно. Вы не хотите нам помогать, мы уйдем. Но я уведу с собой четверых человек, достойных людей, понимаете? Это наша улица. Двое детей, четверо внуков. Мужчины, дедуля, получше. Сейчас молодец. На счет Владимир Иванович трех детей, шесть внуков. Слищик, внуков, город Киселевская, улица Малинная. А что внуков не сказал? Эй, ну? Шестеро детей. Шестеро детей, шестеро, сколько? Ну ладно, Саньки. Счастливо, Саньки. Спасибо вам. Деньги, дорогие. Спасибо вам, всего хорошего. Счастливо вам, Саньки. Давайте, удачно вам дойти до Москвы. Спасибо. Давай, Санька. Давай. Ты не туда пошел, Саша. Саня, ты на Федералку. Туда на Федералку. Путину привет. Горячий, да, пламенный. Так они на Федералку, что ли? Да. Да, давай, Санька. Надежды. Давай, давай, Саша. И сидит, ждет собака. Да. Ну давай, с Богом, Саша. 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 Саша.